Вот и прошел стрим разработчиков версии 1.3 Ханкаиста Рейл. Нам показали Даньхэ Пожирателя Луны, Фу Сюань и Рис Ландао, и еще кучу всего. Смотрели вместе с маме на стриме, ссылочка на твич канал в описании. А теперь давайте подробнее пробежимся по грядущим обновлениям. Обновление 1.3 называется Отражение Руин в небосводе. И открывает это все дело Даньхэ Пожиратель Луны, 5-звездочный персонаж, мнимого типа и с путем разрушения. Наносит большое количество урона и имеет достаточно интересные механики. Фу Сюань путь сохранения тип квантовый, она у нас щитовик и может даже себя подхиливать. Далее 4-звездочная Рысь Ландао, это младшая сестра нашего гепарда и нашей любимой сервал. Путь изобилия тип квантовый. Она, как и все персонажи пути изобилия, является хиллером и снимает ослабление с выбранного союзника. Далее нам показали цветовые конусы, но к сожалению пока у них нет никакого описания. Также у нас будет продолжение сюжета, это очень интересно, потому что основная сюжетная линия прям завораживает и затягивает. Не знаю как вас, но у меня точно. Добавят новую локацию, переулок Ауроматонов. Смотрите как атмосферно. Это прям красота, стилистика осени. Погуляем обязательно по этой локе, прям тоже жду ее очень сильно. Также нас ждет какой-то мега сильный босс Жук. Ну сильный я имею ввиду мощный, потому что у него прям такая мощная картинка. Ну посмотрим насколько будет он жирным по хп и вообще сложно ли будет его победить. Ну и конечно наши любимые события. Всегда в начале патча у нас будет за год даваться 10 штук. Мейн ивент будет называться Шум рынка в переулке Ауроматонов. Это видимо как раз в той самой новой локации. Особый агент космической станции. Работа по восстановлению космической станции. Текает не слишком гладко. Именно в такое время и нужен особый агент. В общем мы будем с вами особыми агентами. Как большой плюсик нам будут давать в время ивента специального естественно. Х2 веревок и наших любимых сфер за прохождение виртуальной вселенной Герта. Это прям очень хорошо. И соответственно в другой промежуток времени у нас будут удваиваться награды в наших любимых, горячо любимых чешелистах. Потому что нужно все-таки прокачивать новых героев. А мы можем это сделать только при помощи чешелистов. Точнее победы над врагами. Ну и мишенкой на торте является изменение или дополнение игрового процесса. Внутренняя вселенная нашествия роя. Это как раз вот этот вот босс будет в виртуальной вселенной Герты. Окей. Что пишут по этому поводу? Крупное обновление. Виртуальная вселенная, рожденная совместными усилиями четырех гениев, наконец-то готова. Они сделали множество структурных перестроек. Исключительно для того, чтобы исследовать падение Иона. Ничего другого нам не пишут. Значит, на стриме я, честно говоря, до конца так и не поняла. Это будет еще один мир? Или это будет возобновляемый мир? Может быть, какой-то возобновляемый кусок виртуальной вселенной? Как, например, у нас в зеркале. Потому что хочется же награду получать не один раз, а, в общем-то, каждую ротацию. В общем, посмотрим, что это будет. Но награды тут, в общем-то, вкусные. Мы анонсировали миссии компаньона. Значит, у нас будет миссия Даньхэ, Рейсландау, Марты и Луки. Я больше всего жду миссию Марты. Может быть, там немножечко раскроют тайну ее появления. Может быть, она немножечко чего-то вспомнит. Ей вернут кусочек воспоминания. В общем, Марта прям вот жду ее, не дождусь. Остальные, ну, новые персонажи тоже, в принципе, интересно с ними познакомиться. Ну, посмотрим, что будет. Также нам введут два новых босса в формате застойной тени. Они, скорее всего, будут для прокачки как раз-таки новых персонажей. Ну, выглядит впечатляюще. Посмотрим, что они могут эти боссы нам преподать. Какой урок, так скажем. И сможем ли мы победить теми отрядами, к которым мы привыкли. Или придется еще кого-то прокачивать, чтобы победить. И вот это я тоже считаю достаточно вкусной такой вишенкой. Потому что оптимизация системы энергии освоения, это очень важно. Потому что мало энергии, это всегда плохо. Это мешает развитию персонажей. Отталкивает от игры. Доставляет кучу неудобств. Заставляет гореть все, что можно. Собственно, и саму энергию освоения тоже заставляет гореть. Значит, объем у нас со 180 до 240 будет увеличен. И, соответственно, мы еще можем закидывать в загашник. То есть, судя по картинке, мы еще можем 600 смолы просто, грубо говоря, закидывать в загашник. Когда энергия освоения будет полностью восстановлена или превысит лимит накопления, она больше не будет восстанавливаться. При этом начнет восстанавливаться резервная энергия освоения. Резервная энергия освоения может быть преобразована в энергию освоения в соотношении один к одному. Вот эта функция мне очень нравится. Новая функция стикеров. То есть, друзьям, ты можешь отправить не сообщение, а только стикер. С одной стороны, это интересно. С другой стороны, прикиньте, как можно заспамить личку друга. Новая функция обоев для смартфона. Это функция, когда мы можем, собственно, менять обои для смартфона. То есть, за мейн-эвент, за главный ивент 1.3 нам дадут вот такой вот насыщенно-синий, голубо-фиолетовый. Он же пастельный, прозрачный, насыщенный все одновременно. В общем, цвет офигенно красивый, модный. Мне очень нравится. Прям вот такой фиолетовый. Прям вообще вот как будто для меня делали. Это обновление, я считаю, одним из лучших за все обновления с начала, с релиза игры. Потому что тут прям все нравится. Все нравится, что-то непонятно. Например, да, виртуальная вселенная Герта. Как это будет с этим жуком? Где мы будем вообще с ним воевать? Награды вкусные, персонажи интересные. Не понимаю иногда механик с первого раза, но опять же, есть тестовые забеги. Можно пощупать, потрогать, посмотреть персонажа. В общем, будем ждать. Будем надеяться, что все будет хорошо. С вас лайк, подписка, колокольчик. Обязательно оставляйте свои прекрасные комментарии под видео. Смотрите мои другие видео. И помните, вы самые крутые. А с вами была Вайс. Всем пока-пока. Приходите на Twitch, ссылочка в описании.